Друзья, сегодня не будет сравнений. Мы разберем 5 основных принципов выбора топительного оборудования, точнее, топительной печи длительного горения. И 5 сопутствующих параметров, делающих пользование печью более комфортным. Первый параметр – объем топки. Важнейший параметр, так как от него зависит объем топлива, закладываемого в печь. И, естественно, чем больше дробь войдет, тем дольше печь проработает на одной закладке. Но бездумно выбирать печь с огромной топкой все же не следует, так как при работе в интенсивном режиме есть серьезный риск перегреть помещение, в котором установлено печь. Второй параметр – размер дверцы. Казалось бы, как размер дверцы, а точнее створ от топки, может повлиять на длительность горения? Очень просто. Даже если печь объемная, может получиться так, что размер дверцы не позволит заполнить топку целиком крупными полинками. Придется со временем подкладывать дрова после того, как они прогарят. Способ подачи воздуха на горение, а именно возможность тонкой регулировки. Сам процесс длительного горения напрямую зависит от правильной подачи воздуха, необходимого для поддержания горения. Если его слишком много, то печь начнет работать в обычном режиме, более интенсивно. Если слишком мало, то она рискует свалиться в затухание. Лучше всего, чтобы дверца печи или ящик зольника при его наличии имели плотную, почти герметичную конструкцию. А еще лучше, если печь будет оборудована створкой для тонкой регулировки подачи воздуха для горения, как, например, на печах огонь батареи или Сибиреву БВ-120. Способ подачи тепла. Настоятельно рекомендую посмотреть большую интервью с генеральным конструктором компании ТМФ Константином Бессоновым. В нашей беседе мы детально обсудили эволюцию печей отопления именно с точки зрения способа отдачи тепла. Если кратко, то печь может излучать инфракрасное излучение, может греть конвекцией, а может сочетать в себе оба эти способа. Ну и, пожалуй, самый привычный и комфортный способ обогрева помещения – это конвекция. Но у разных печей разный способ выдачи конвекционных потоков. Какие-то печи выдают горячий воздух из труб, какие-то из специальных карманов, либо же из специальных конвекторов. С точки зрения эффективности обогрева, пожалуй, стоит обратить внимание на современные печи с продуманной конструкцией. Самый яркий представитель таких печей – огонь батареи. Все эти параметры непосредственно будут влиять на главные параметры работы печи. Длительность горения. Но есть еще ряд сопутствующих параметров, которые могут оказаться важными для комфортного пользования печью. Расположение патрубков выхода дымохода. Возможность подключения выхода дымохода сверху или сзади может решить важнейшую задачу удобства расположения печи при монтаже. Например, при проходе дымохода внутри помещения можно установить дымоход на патрубок печи, расположенный сверху, и тем самым несколько сэкономить пространство в комнате, в которой будет установлена эта печь. И наоборот, при выводе дымохода через стену чаще всего удобнее использовать выход с тыльной стороны. Таким образом мы опять же экономим место. Наличие встроенного шибера. Процесс горения можно и нужно контролировать не только дозируя подачу воздуха, необходимого для горения, но и контролировать тягу. Шибер в любом случае нужен. А если производитель вкладывает его в комплект, то согласитесь, это вдвойне приятнее. Наличие плиты. Если печь приобретается не только для обогрева помещения, но и для того, чтобы была возможность иногда что-то на ней приготовить, то, естественно, лучше выбрать модификацию с верхней поверхности, разогревающейся до высоких температур, либо же со специальными чугунными кружками, как, например, у этой печи в Сочи. Двяться со стеклом. Печь может не только выполнять функцию обогрева помещения, приготовления пищи, но и радовать огурой пламени в топке печи. Однако при работе в режиме длительного горения стекло будет засаживаться. Но этого бояться, конечно, не стоит. При следующей интересной протопке оно будет самоочищаться. Цена. Этот фактор для кого-то может стать решающим. Но наш совет. Подбирайте печь с таким расчетом, чтобы все ваши ожидания от ее работы оправдались. Помочь с выбором печи вам помогут специалисты интернет-магазина fornax.ru и продавцы розничных магазинов Fornax в городе Новосибирске. Адреса можно найти на сайте и в описании к этому ролику. Ждем ваши вопросы в комментариях к этому ролику и в нашей социальной сети. Обязательно подписывайтесь на канал Fornax Film, ведь дальше будет еще интереснее. Скоро увидимся. До встречи. Пока.